Работники Центра обслуживания населения с начала приема документов на распределяемые 900 квартир по направлению акционерного общества Казахстанской ипотечной компании уже забыли, как это работать в тишине. Жители, собравшие все документы, никак не могут оформить заявку. Я госслужащая, у меня трое детей. Хотели сдать документы, но база не работает. Нам говорят, есть технические неполадки. Обещают устранить их в течение двух-трех дней. Почему? Если есть неисправности, то вчера принимали матери-одиночек, а нас, госслужащих, не принимают. У многих граждан уже есть электронные ключи на руках, но они не смогли зарегистрироваться через интернет ни дома, ни на работе. Как предполагали жители, процедуры регистрации необходимо проходить в обязательном порядке в Центре обслуживания населения, и лишь на компьютере центра можно зарегистрировать свои заявления. Но специалисты ЦОНО уверяют, что жители и сами могли бы все сделать на дому, а то, что не получается, так это по причине недостаточной компьютерной грамотности. Я считаю, что причиной такого ажиотажа является компьютерная безграмотность населения. Это во-первых. Во-вторых, люди не умеют пользоваться терминалами, которые стоят в ЦОНОх, поэтому люди обращаются к специалистам, а их там мало, и это тоже должны понять люди. Однако выяснилось, что причина заминки в программном обеспечении, и пока не устранят неполадку в сервере, невозможно будет встать в очередь. Ответственные лица временно прекратили прием документов, но в то же время напоминают, что срок приема документов уже на исходе.